Меня зовут Людмила. С самого детства у меня плохое зрение. Я его не испортила компьютером, не испортила книжками. Я реально такая родилась. У меня наследственная миопия более 7,3. Сейчас мне 40 лет, и с годами моя острота зрения начала падать. Миопия выросла. На правый глаз у меня было 9,75, на левый глаз 7,75 со стигматизмом. Данный факт меня совсем не смущал. Я живу с миопией всю жизнь. Если бы не одно «но», у меня началась неприносимость очковой коррекции. То есть максимальные очки, которые я могу носить, это 6,5. Естественно, качество в моей жизни существенно упало. Стало тяжело водить машину вечером. Тяжело заниматься активными какими-то видами спорта. Там практически невозможно гонять на мотоцикле в сумерках. Горные лыжи в туман. Это стало просто какой-то катастрофой, потому что я ничего не видела. Контактные линзы я носила, являясь опытным пользователем. Но с годами у меня развился синдром сухого глаза и много других неприятностей. Поэтому от контактных линз мне пришлось отказаться. Итак, я решилась на имплантацию фокичных линз. Выбор стоял изначально между лазерной коррекцией зрения и имплантацией фокичных линз. Я решила, что в моем возрасте целесообразнее имплантировать линзы, поскольку операция максимально безопасна и операция обратима. Для меня это был первый приоритет. Если что-то пойдет не так, мы всегда сможем вынуть линзу и вернуться обратно к состоянию моего глаза. К операции я готовилась порядка двух с половиной месяцев. Перешерстила весь интернет, собрала кучу информации. Готовилась к больничному на месяц, к 15 минутам жестких манипуляций с моим глазом в операционной, к длительным болевым синдромам, к тяжелому наркозу, и к прочим страстям, которые сейчас пишут в интернете. Предупредила всех коллег, запаслась едой в холодильнике, мужем под боком, потому что в моем понимании операция была максимально травматичной, хоть и безопасной. Я должна была выбить полностью из своей активной жизни на месяц где-то. Подошел день операции, я приехала в клинику, внесла часть платежа, который мне нужно было оплачивать за операцию, и, соответственно, пошла подготовка к самой операции. Я прошла беседу с анестезиологом, мне дали успокоительное. Еще буквально через какое-то время сняли все показатели, добавили капли, добавили анестезию, и я попала в операционную. В операционную у меня началась паника. Ну, я же знала, что там будет все очень страшно и больно, я же по всем прочитала в интернете. Но оказалось, что моя операция на правый глаз длилась порядка 4-5 минут. Это было абсолютно не больно. Со мной рядом в операционной находился мой оперирующий хирург, анестезиолог, инженер, который наблюдает за техникой, еще и медсестра. И они настолько меня все успокоили, что я просто глубоко вздохнула, расслабилась, и все прошло очень быстро. То есть я чувствовала, что льется вода в мой глаз, я чувствовала, что тут какие-то манипуляции, был эффект небольшого давления, но испугаться уже я не успела, как-то все очень быстро и закончилось. Я встала практически самостоятельно с операционного стола. Далее меня отвели, ввели лекарства через катетер, понаблюдали еще за мной. И тут я решила, что все, мне уже пора идти. Я уже, в принципе, прозрела. Разумеется, это было не так. Какое-то время я провела еще в клинике после операции, и меня отпустили домой. Ну, в противовес тому, что пишут в интернете, не было там каких-то болей особых, не было там какого-то жуткого состояния. То есть все прошло максимально комфортно для меня и практически безболезненно. Приехав домой, я просто целый день спала, у меня ничего не болело, у меня не болела голова, у меня было легкое головокружение и сонливость от наркоза. К вечеру я проснулась и поняла, что я вижу. Ну, поскольку оперировали мне глаз, который видел в свое время только с коррекцией минус 9, то с такой разницей на глаза было достаточно странное. У меня такое зрение, был полностью сумбур восприятие, поэтому я предпочла оставаться в постели. И как-то так все очень мягко прошло. Утром мы поехали на контрольный осмотр к доктору. Для меня очень хорошим фактором сыграло то, что кроме оперирующего хирурга, мой лечащий доктор принимал меня до каждой операции, после каждой операции осматривал, еще и в дни между операцией. То есть по факту у меня вел за руку через весь процесс хорошего зрения один и тот же специалист. Это было мега удобно, потому что я могла рассказать все свои жалобы, все свои проблемы, каждый день описывая о том, что было вчера, что я чувствую сегодня, или, допустим, предоперацию он же меня встречал, и я рассказывала там, как и что будет, и так далее. Для меня это показалось, безусловно, очень хорошим фактором. Мне это понравилось. Второй глаз мы оперировали буквально через день. Я заплатила, опять же, оставшуюся сумму за операцию. И все то же самое. Единственное, но, что глаза разные по чувствительности, и левый глаз немножко более дискомфортно было оперировать, нежели чем первый правый глаз. Плюс я бы посоветовала тем, кто собирается на имплантацию фокичных линз соблюдать полностью все рекомендации врача. То есть если доктор говорит, не паниковать, паниковать не нужно, нужно успокоиться, потому что действительно ситуация полностью контролируема. Если доктор говорит, что нужно позавтракать плотно, не нервничать, нужно позавтракать и не нервничать, потому что как среагирует организм на наркоз, мы не знаем. Для этого есть отдельный специалист, анестезиолог, который также присутствовал с вами во время операции. Также, если доктор говорит о том, что не нужно использовать зрительные нагрузки какие-то, читать, смотреть смартфон, этого делать не нужно, потому что сложнее происходит адаптация к новому зрению после операции. Ну и, безусловно, стоит каждый день приезжать на контрольный осмотр, как говорит специалист, чтобы максимально все легко и просто прошло. Для меня было очень важно как расследовать всему тому, что говорят мои доктора, потому что после операции на второй глаз я увидела буквально уже на следующий день. То есть, операция сама прошла чуть более дискомфортно, нежели чем правый глаз, но зрение у меня появилось уже на следующий день. Сегодня у меня ровно неделя после операции прошла, зрение правым глазом составляет единица монокулярная, зрение левым глазом единица монокулярная. То есть, двумя глазами я вижу лучше, чем любой среднестатистический человек. Я практически вернулась к своему предыдущему образу жизни, несмотря на то, что у меня прошла всего неделька. Единственное, я следую рекомендациям врачей, ограничиваю сауну, спортзал, не наклоняясь вниз головой, ограничены нагрузки. Но я сажусь за руль, я могу работать, я могу смотреть в экран смартфона, я прекрасно вижу, хорошо вижу вдаль. И, в общем-то, практически полностью вернулась в ту третью жизнь, в которой я живу обычно. Отдельно хотела бы сказать про стоимость операции, потому что, согласно стандартного прайс-листа, операция стоит существенно дороже, чем лазерная коррекция зрения. Я точно знаю, что для многих это является отталкивающим фактором. Меня же стоимость шокировала, я вам честно скажу, мне показалось, что это очень много. Но, когда я приехала в клинику и мне рассчитали стоимость операции, выяснилось, что у меня будет три платежа. Первый платеж, когда я делаю предоплату за линзы, которые потом идут какое-то количество времени из Европы, либо из Израиля. Соответственно, я оплачиваю, по-моему, 65% от стоимости операции. Далее, второй платеж у меня идет, когда мы оперируем первый глаз. И третий платеж у меня идет, когда мы оперируем второй глаз. Таким образом, вам не нужно оплачивать всю сумму сразу. Получается система некой рассрочки платежа, и это, безусловно, финансово очень удобно. Еще одним аспектом для меня в пользу выбора такой операции было то, что, как любой очкарик, у меня есть несколько пар очков. Средняя пара очков, по статистике, стоит от трех, от пяти тысяч и выше. Ну, допустим, три пары очков стоимостью 15 тысяч рублей. Меняете вы их раз в два года. Очки ломаются, линзы царапаются, ваше зрение меняется. Плюс контактные линзы. Упаковка контактных линз стоит 2000 рублей. На два глаза на месяц одноодневных линз вы покупаете на сумму 4000 рублей. Таким образом, если мы разбросаем сумму имеющихся приобретаемых очков и контактных линз на стоимость самой операции, получается, что вы за несколько лет, имея полный набор очкарика, с лихвой окупаете стоимость самой операции по имплантации фактичных линз. Это были мои расчеты. Мне это показалось гораздо более целесообразным, потому что зрение у меня закрепилось. И вынимать фактичные линзы нет необходимости. Они вставляются один раз и практически на всю жизнь. То есть в следующий раз вы обратитесь к офтальмологу, когда у вас созреет уже катаракта. Тогда будет другая операция уже по замене хрусталиков, по всей видимости. Продолжение следует...